Официальная историография утверждает, что Российская империя прирастала Сибирью исключительно на добровольной основе. Это не так. Начиная со времен Ивана Грозного разбойничьи, вожаки с ватагами наиболее отпетых уголовников в обмен на помилование отправлялись покорять сибирские народы. Камчатка в их списке тоже значилась. Операция по зачистке. В 1697 году в Анадырске неожиданно появился бывший приказчик Владимир Атласов с большой командой то ли казаков, то ли разбойников. В народе поговаривали, что предводитель охотников за удачей на самом деле атаман уголовников и сам нечист перед законом. В Сибирь Атласова и его людей привели слухи о Камчатке, где свободолюбивые племена и тельменов и коряков занимались пушным промыслом. Недолго думая, Владимир Атласов решил покорить столь богатый, но малонаселенный край, предварительно подчинив, а если не выйдет, то истребив местные племена. Оказавшись на территории полуострова, разбойники дважды разбивались на несколько отрядов, а затем в условленной точке вновь собирались все вместе. Таким образом, подчиненные Атласова будто ситом просеяли всю Камчатку. В то же время местные племена и тельменов и коряков были совсем не рады белым гостям и вступали с ними в вооруженные столкновения. Но что могли противопоставить охотники отлично обученным вооруженным до зубов бандитам? Атласов ставил на устрашение. Он первым делом уничтожал старейшин племен и небольшую часть взрослого населения, чтобы остальные даже не думали сопротивляться. Как ни странно, подобная тактика быстро дала свой эффект, то земцы, скрипя сердце, признали власть московского царя, выплатив щедрую дань мехами, считавшимися в то время мягким золотом. Дело в том, что в начале XVIII века меха во всем мире добывались в ограниченном количестве, а разводить диких зверей на мех еще не научились. Россия была для Европы главным поставщиком пушнины в обмен на золото. Первая добыча Атласова составила 330 соболей, 190 лисец и множество шкурок зверей поменьше. В Москве Петр I, довольный походом Атласова, благосклонно принял меха в казну. Войско Атамана было усилено новыми казаками и отправлено обратно на Камчатку за новой партией меха. Какая разница, кого грабить? Польченные вниманием царя подчиненные Владимира Атласова решили, что им все дозволено. И 29 августа 1701 года по дороге на Камчатку ограбили речной караван купца Добрынина. Добыча была крупной, шелковой тани на баснословную сумму в 16 тысяч рублей. Напрасно. У Добрынина оказались влиятельные друзья и Атласова посадили на пять лет за разбой. Тем не менее, сразу же после выхода на свободу его снова призвали к царю. Власти предложили Атласову провести новый рейд по Чукотке с условием больше не грабить русских купцов. Атаман согласился и тут же был назначен начальником Камчатки. Но когда он прибыл на полуостров, то с удивлением для себя обнаружил, что когда-то покоренные им местные племена и тельменов взбунтовались. Перебили гарнизоны казачьих острогов и не желают больше повиноваться. Однако Москве по зарез для торговли с Западом были нужны меха, и Атласов получил официальное право делать с туземцами все, что ему заблагорассудится, был бы результат. С этого момента атаман мог по своей воле казнить туземцев, заподозрив их чем-либо предосудительным. Однако Атласова, как это часто бывает, подвела собственная жадность. Восстановив власть Москвы над местными племенами, он необдуманно начал притеснять и обсчитывать подчиненных ему казаков. Они подняли бунт. В ходе восстания в феврале 1711 года Атласов был убит в Нижнекамчатской крепости. Тем не менее, в историю Владимир Атласов вошел как человек, присоединивший Камчатку к Российской империи.